Всем доброго времени суток! С углами мы потягались в прошлый раз, а сегодня поговорим о расстоянии между точкой и плоскостью. Для того, чтобы найти расстояние между точкой и плоскостью, есть специальная формула. Декоэффициент a, b, c и d это коэффициенты плоскости. В данном случае коэффициент a у нас равен минус 9, коэффициент b равен 12, коэффициент c 20 и коэффициент d тоже минус 12. x0, y0 и z0 это координаты точки по оси x, y и z. В данной задачке нам уже все дано, и осталось только поставить все наши значения в формулу и получить численный ответ. А теперь закрепим полученные знания реальной задачкой из ЕГЭ. Нам дана прямая призма, в основании которой лежит равнобедренный треугольник. И нужно найти расстояние от середины b1c1, я назвал этой точкой М, до плоскости bcA1. Она подкрашена зелененьким. Начало координат возьмем в точке b, и сторону bc положим на ось x. А вот сторона b не будет лежать на оси y, так у нас в основании равнобедренный треугольник, и про угол 90 градусов нигде не сказано. И найдем координаты каждой точки. Координат в точке b будет 0, 0, 0. Точка c лежит у нас на оси x, и поэтому координата по x у нас будет длина отрезка bc, то есть она равняется 6, по y и по z у нас будет 0. Так как b1c1 у нас параллельно bc, то координаты по оси x у этих отрезков будут одинаковые. Отличаются они лишь по оси z. b1c1 поднят на 3 относительно bc. И так как точка М является серединой b1c1, то по x координата будет 3 у нее, по y 0 и по oz тоже будет 3. А вот чтобы найти координату точки А, следует поподробнее рассмотреть треугольник bc1 на плоскости xy. Проведенная высота из а на bc у нас будет являться медианой, потому что треугольник bc у нас является равнобедренным. Тогда координата по оси x у точки А будет равняться 3, так и находится на середине. А координату по оси y найдем вот в этом прямоугольном треугольничке. А b у нас равняется 5 из условия, а вот этот отрезочек равняется 3. Тогда вот эта вот высота будет равняться 4. Координаты точки А равняются 3, 4 и 0 по оси z. Тогда координаты у точки А1 будут 3, 4, 3. Самое сложное сделали. Осталось задать координаты векторов, уравнение плоскости и найти расстояние от точки до плоскости. Координаты вектора CB у нас будут просто координаты точки С, потому что координаты точки B все равны нулю. И координаты вектора А1B аналогично равны координатам точки А1. Координаты наших векторов задали. Тогда, чтобы найти уравнение плоскости, зададим матрицу, где первая строка будет x, y, z. Вторая строка будет координаты нашего первого вектора. Третья строка координаты нашего второго вектора. Четвертая строка точно такая же, как и первая. Пятая строка точно такая же, как вторая. x умножить на 0 умножить на 3 будет 0. 6 умножить на 4 умножить на z будет 24z. 3 умножить на y умножить на 0 будет 0. z умножить на 0 умножить на 3 будет 0. 0 умножить на 4 умножить на x будет 0. И 3 умножить на y умножить на 6 будет 18y. Но данные диагонали мы уже берем с минусом. То есть будет минус 18y. Итого получили коэффициент А у плоскости равен 0 Коэффициент В минус 18 Коэффициент С 24 И коэффициент Д тоже будет равен 0 Тогда коэффициент А мы умножаем на координату точки М по оси Х на 3 0 на 3 будет 0 Минус 18 это коэффициент В Умножаем на координату точки М по оси У Минус 18 умножить на 0 тоже будет 0 И 24 мы умножаем на 3, будет 72. Коэффициента d в плоскости нет. А тут делим на квадрат коэффициента. 0 в квадрате плюс 18 в квадрате плюс 24 в квадрате. Тут у нас получится 324. А 24 в квадрате будет 576. 324 плюс 576 будет 900. Корень из 900 это 30. И 72,3 это 2,4.